Николай Добрынин уникальный артист, который долгие годы шел к своему успеху. Ему было непросто, но бойкий характер не позволял опускать руки. Как успешная карьера, так и личная жизнь у артиста сложились не сразу. Николай предпринимал три попытки стать счастливым, две из которых оказались неудачными. Первый раз отправился в ЗАГС в студенческие годы. Его избранницей стала актриса Ксения Ларина. Ксения была из обеспеченной семьи, а у Николая в те годы ничего не было. Рядом с женой чувствовал себя лимитой, но старался, чтобы Ларина ни в чем не нуждалась. Добрынин подрабатывал в метро, брался за любую тяжелую работу, не хотел зависеть от родителей супруги. Брак был заранее обречен на провал, спустя пять лет приняли решение о расставании. Стать родителями в браке им не удалось. Второй супругой Николая стала вновь актриса, Анна Терехова. Их знакомство произошло в ГИТИСе, Анна была студенткой, а Добрынин преподавал сценическую речь. У Тереховой за плечами был неудачный брак и сын Михаил. Николай был решительно настроен в отношениях, взял в жены Анну и усыновил ее сына. Супружеская жизнь у актеров не заладилась. Добрынин активно снимался, а Терехова не могла реализоваться в профессии. Двум творческим личностям было тяжело в браке. Излишняя эмоциональность и вспыльчивый темперамент помешали им стать счастливыми. После восьми лет брака Анна подала на развод. После расставания Николай продолжил участвовать в воспитании сына, до сих пор с теплотой относятся друг к другу. После развода у Добрынина настал кризис, практически перестал сниматься, не было собственного жилья. К счастью, на пути актера появилась новая любовь Екатерина Комиссарова. Екатерина не была связана с творчеством, но безумно любила театр. Ее сердце покорил Николай и устоять перед его чарами не смогла. В 2002 году Комиссарова и Добрынина узаконили отношения. Супруга стала поддержкой и опорой артиста, всегда поддерживала в трудные минуты. Омрачала их брак лишь отсутствие детей. Николай мечтал о ребенке, но на протяжении шести лет им не удавалось стать родителями. Чудо произошло после посещения актера храма в Сирии. Именно в этом храме просят помощи в зачатие ребенка. Вернувшись с Ближнего Востока, Добрынин привез пояс и масло. Николай уверен, что именно пояс из храма помог зачать ребенка. В 2008 году на свет появилась долгожданная дочь Нина. С тех пор наладилась и карьера артиста, предложений от режиссеров поступает множество. Вот уже 21 год Николай Добрынин счастлив в браке с Екатериной. Конечно, как и в любой семье, супруги ссорятся, но жить без друг друга не могут. Спасибо за ваше внимание. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.